МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На НТВ программа сегодня в студии Яна Леонтьева. После пятничной молитвы в Назране возле мечети взорвался автомобиль. Есть пострадавшие. Большому кораблю большое плавание. Черноморскому флоту передан новейший фрегат адмирал Григорович. Никакой военной тайны. Украинские офицеры массово дезертируют в Крым. И начинаем выпуск с тревожной новости. Два часа назад на Зране возле одной из мечетей прогремел мощный взрыв. Известно, что на воздух взлетел заминированный автомобиль. Есть пострадавшие. Максим Белезин подробнее. Мощный взрыв прогремел в 13.40 по московскому времени возле Насеркортовской мечети, которая находится на окраине Назране. На традиционную пятничную молитву в ней обычно собираются тысячи верующих. Неустановленное взрывное устройство было заложено в «Жигули-7» модели. Машину припарковали на дороге у входа в мечеть. Автомобиль взорвался в тот момент, когда, закончив молитву, люди стали выходить на улицу. В момент взрыва из мечети выезжал ее имам Хамзат Чумаков. Он и его сопровождающие не пострадали, но взрывной волной повредило несколько автомобилей. Осколками задело 56-летнего местного жителя. Его оперативно доставили в республиканскую клиническую больницу. Мощность бомбы, по предварительным данным, составила 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сейчас место происшествия оцеплено полицией. Взорвавшуюся машину осматривают следователи. Максим Березин, Зоорбик Плиев, Северокавказское бюро НТВ, Душетия. Подлинность анкет 20 тысяч боевиков подтверждена в Министерстве внутренних дел Германии. Глава ведомства Томас Демизье разъявил, что эти сведения, полученные на флешке, помогут полиции поймать террористов и остановить их вербовку. Секретные данные передел дезертир, который сбежал из ИГИЛ. Сейчас в рядах террористов царит паника и хаос из-за успешных действий сирийской армии и нашей авиации. Подорваны не только пункты военного снабжения исламистов, но и их боевой дух. Тем временем в Сирию продолжает поступать гуманитарная помощь. На этот раз все необходимые, в первую очередь продукты и медикаменты, доставили в город Эталь, севернее Дамаска. Долгое время этот регион контролировала оппозиции. Только после начала перемирия туда удалось проложить коридор. Евгений Голованов подробнее. На одной из центральных улиц Эталья, это пригород Дамаска, настоящее столпотворение. Сегодня сюда уже в который раз привезли российскую гуманитарную помощь. Очередь за уже знакомыми белыми пакетами с говорящей надписью «Россия с вами». Местные жители начали занимать еще на рассвете. У меня большая семья. Не представляю, как бы мы выжили без этой поддержки. У нас не достают ни муки, ни сахара. Магазины и рынки работают, но ассортимент скудный, да и цены на продукты высокие. Для многих горожан с началом войны, лишившихся заработка, продукты оказались недоступной роскошью. Сейчас в городе стало спокойно и главное здесь безопасно. Мы рады, что усилиями России все так изменилось. Население Тали увеличивается едва ли не ежедневно. В город возвращаются беженцы и напротив бегут сюда из районов, все еще находящихся под боевиками-исламистами. Мы долго жили в страхе, скидались по стране. Но теперь, надеюсь, Аллах не позволит, чтобы мои дети и внуки в чем-то нуждались. В городе открыты все социальные учреждения, больницы, детские сады и школы. Правда, во многих из-за дефицита газа нет отопления. Той от печки буржуйки. Календарная зима в Сирии закончилась, но по утрам в классах холодно. Еще полгода назад здесь занимались 30 детей. Сейчас их в разы больше. Учителям приходится работать в несколько смен. Наши дети стали заложниками этой войны. Мы дополнительно занимались с теми, кто пришел позже. Сейчас сложное время, но дети должны получить достойное образование. Усидеть за партами, когда российские военные прямо посреди урока словесности и истории привезли сладости, невозможно. Пришлось объявлять перемену. Сейчас без преувеличения вся Сирия живет ожиданием перемены и окончания затянувшегося противостояния. Одного из самых кровопролитных за всю историю страны. Начавшийся процесс национального примирения, которому присоединяется все больше участников, может стать для враждующих сторон настоящим экзаменом. И от того, насколько успешно они его сдадут, зависит будущее Арабской Республики. Евгений Голованов и Валерий Кожин, НТВ, Сирия. Операция против террористов в Сирии стала серьезным экзаменом для современной авиационной техники. Об этом сегодня заявил Владимир Путин. В ходе приемки военной продукции президент сообщил, что новые образцы вооружения уже активно эксплуатируются. А государство и впредь будет оказывать поддержку оборонным предприятиям. Работать над заказами для армии и флота – это не только огромное доверие. Это, прежде всего, огромная ответственность. Вынужден в этой связи отметить, что исполнение ряда контрактов затянулось, а некоторые, по сути, были и сорваны. Нужно детально проанализировать причины в каждом конкретном случае. И, безусловно, обеспечить скорейшее выполнение заказов. Принять меры для того, чтобы подобные ситуации не повторялись. Президент отметил, что всего в 2015 году в войска было поставлено около 4 тысячи образцов вооружения и военной техники. И как раз сегодня состав военно-морского флота пополнился новой боевой единицей. Над фрегатом «Адмирал Григорович» взвился Андреевский флаг. Из Калининграда Вероника Николаева. Корабль будущего, так называют, сторожевик «Адмирал Григорович», названный в честь прославленного российского флотоводца. Первый из серии новейших фрегатов, построенных в Калининграде, сегодня вошел в состав Черноморского флота России. Новый сторожевой корабль испытывали на полигонах Северного флота в несколько этапов. Сначала проверили работу общекорабельных систем, затем суперсовременного вооружения, причем полностью отечественного производства. В арсенале «Адмирала Григоровича» мощные зенитные, минно-торпедные и артиллерийские комплексы, а также легендарные крылатые ракеты «Калибр», успешно испытанные Каспийской флотилией в ходе массированного ракетного удара по позициям боевиков ИГИЛ. Одна такая ракета всего за несколько секунд способна найти и уничтожить любую мишень, в том числе все типы надводных кораблей, вплоть до крейсера. Аналогов подобных разработок за рубежом пока нет. Современные системы управления огнем могут одновременно отслеживать три десятка целей в радиусе 150 километров от корабля, что делает его практически неуязвимым, а благодаря новым технологиям и почти невидимым корпус фрегата незаметен для радаров. Корабль очень маневренный, корабль очень хорошо чувствует себя в море неоднократно. На выходах моря показалось его высочайшее мореходное качество. Комплексы вооружения и военной техники в разы превышают дальности действия по обнаружению целей, по возможности их обстрела. Адмирал Григорович сегодня первый из серии новейших фрегатов, которые сейчас строят в Калининграде на прибалтийском судостроительном заводе «Интарь», вошел в боевой состав военно-морского флота России. Экипаж фрегата полностью укомплектован контрактниками. На корабле будут служить моряки-балтицы и черноморцы. В будущем им предстоит охранять морские границы России, бороться с пиратами и участвовать в антитеррористических операциях. Уже скоро адмирал Григорович отправится в Севастополь, где получит свою постоянную прописку. Конечно, приход нового корабля – это повышение эффективности выполнения задач. Вы знаете, Черноморский флот интенсивно работает и в Черном, и в Средиземных морях. Конечно, и новые корабли, которые приходят, они у нас не застаиваются. У пирсов они идут на работу в дальнюю морскую зону. Крестной мамой нового фрегата стала внучка адмирала Григоровича Ольга Петрова. Фрегат назвали в честь ее деда, прославленного героя русско-японской войны и последнего военно-морского министра Российской империи. Это чудо, это не корабль, это чудо, это мечта. Дедушка был бы счастлив, рад, что флот строится, что такие корабли, молодые люди строят. И флот у нас рождается. Спасибо всем людям, которые это сделали. Всего Черноморский флот России получит шесть таких фрегатов с именами русских адмиралов. Сейчас испытания на Балтике проходит сторожевик адмирал Эссен. Третий из серии адмирал Макаров спущен на воду и достраивается. Полостью оборонзаказ калининградские судостроители обещают выполнить до конца 2017 года. Вероника Николаева, Дмитрий Ситников, НТВ, Калининград. Запад перешел грань дозвольного в поощрении противоправных действий на Украине. Так прокомментировал официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Отсутствие международной реакции на нападение на наше посольство в Киеве. Захарова отметила, что Москва возмущена провокационными выходками украинских экстремистов. В особенности той, что позволил себе депутат Верховной Рады, который сорвал флаг создания генконсульства. Захарова добавила, что властям Украины направлены требования наказать всех виновных. И напомнила, что компенсация ущерба от подобных провокаций ложится на плечи простых украинцев. Материальное бремя ложится в первую очередь на ваших сограждан, на обывателей, на граждан Украины, которые потом за все это расплачиваются просто из своего кошелька. Поэтому, когда вы в следующий раз будете жечь машины, громить, выбивать двери, кидать камни в окна, просто знайте, что вы это делаете за свой счет. Также Захарова отметила, что Киев предпочитает молчать о гибели на Украине российских журналистов. И сейчас коротко о других событиях дня. Мельдонии найден допинг-пробах уже 60 спортсменов. Об этом сообщил сегодня представитель Всемирного антидопингового агентства. Сейчас известны имена 12 атлетов, чьи анализы дали положительный результат на запрещенное вещество. В их числе оказались 8 россиян. Среди них теннисистка Мария Шарапова, фигуристка Екатерина Боброва и шорт-трекист Семен Елистратов. И сегодня тема опроса НТВ. Возможен ли спорт высших достижений без допинга? Своё мнение вы можете высказать в твиттере нашего телеканала. Греция начала выдворять беженцев обратно в Турцию. Туда уже отправлено около сотни человек из Пакистана, Багладеша и Туниса. Отправки ждут еще 200 мигрантов. Политика Афины ужесточилась из-за соглашения, которые в минувшие выходные подписали участники саммита ЕС Турция. Подробность в программе сегодня вечером в 19 часов. Офицеры украинского флота массово дезертируют в Крым. Эти факты вскрыла рабочая группа, специально созданная Петром Порошенко. По ее данным, только в прошлом году более 500 человек покинули военные части. При этом командование беглецов даже не искало. Интеграцию республики Крым в единое правовое, экономическое, культурное и социальное пространство России обсудили сегодня в Центральном штабе Общероссийского народного фронта. Сделали это в Севастополе. Цель поездки, как отметили в руководстве ОНФ, не только выслушать отчет своих региональных штабов, но и узнать, какие проблемы беспокоят жителей полуострова. Как выяснилось, самое актуальное из них – качество дорог. Активисты решили воздействовать на чиновников, чтобы быстрее решить эту проблему. И договорились держать этот вопрос на контроле. Сегодня арбитражный суд Москвы признал банкротом Внешпромбанк. Он входил в 40 крупнейших банков страны. В прямом эфире к нам присоединяется ведущий деловых новостей Денис Теллаев. Денис, и что у банка совсем закончились деньги? Ян, можно сказать и так. На выполнение обязательств не хватало 210 миллиардов рублей. Лицензию у Внешпромбанка ЦБ позвал в конце января. По вкладам населения он занимал 32 место в стране. Общая сумма компенсации вкладчикам, которую пришлось выплатить, оказалась рекордной в истории агентства по страхованию вкладов. Представитель Центробанка заявил в суде, что активов у Внешпромбанка на 50 миллиардов рублей, а обязательств на 260, то есть дыра в 210 миллиардов. Это тоже рекорд за все то время, что ЦБ активно расчищает рынок. Во Внешпромбанке регулятор обнаружил следы долгой работы по выводу активов. Один из владельцев банка, Лариса Маркус, арестована по обвинению в мошенничестве, а ее брат и другой совладелец Внешпромбанка, Георгий Беджамов, сбежал в Монако. Особенность Внешпромбанка в том, что там было очень много счетов в ВИП-клиентов и частных лиц и госкомпаний. Теперь в отношении банка открыто конкурсное производство на полгода. Это значит, что Временный управляющий, а именно агентство по страхованию вкладов, будет искать, что осталось у банка и что можно отдать кредиторам. Европейские биржи густо зеленеют. Во-первых, продолжается вечеринка после вчерашних заявлений Европейского Центробанка о новых мерах поддержки экономики. Во-вторых, дорожает нефть. Международное энергетическое агентство в своем ежемесячном отчете сегодня написало, что нефтяные цены, вероятно, достигли дна. Наш индекс ММВБ не отлипает от старта, а вот РТС тяжелеет на 1,5% из-за стремительного роста рубля. Доллар на межбанке сейчас 69,90, евро 77,59. Яна, об экономике пока все. Спасибо, Денис Толлаев с экономическим обзором. Патриарх Московский в Сеярусе Кирилл в Храме Христа Спасителя сегодня говорил о том, как важно читать. В канун дня православной книги он и мэр Москвы Сергей Собянин встретились с детьми из российских регионов. Кирилл подчеркнул, что книги, в том числе и электронные, могут научить мыслить и чувствовать. В то же время патриарх призвал воздерживаться от чрезмерного использования гаджетов и больше внимания уделять все-таки бумажным носителям информации. Сегодняшняя встреча открыла обширную программу мероприятий, которую столичные власти организовали ко дню православной книги. Больше новостей на нашем сайте. Тройной WNTV.ru Наш выпуск на этом завершен. Спасибо за внимание. До встречи.